добрый день говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в эфире программа археология студии сергей медведев среди трендов этого века есть урбанизация а есть орбанизация названная по имени венгерского премьера виктора орбана который правит уже 13 лет с 2010 года восточная европа захвачена популизмом и национализмом вдобавок к орбану можно вспомнить польскую партию право и справедливость с ее консервативными тенденциями запретом абортов можно вспомнить антимигрантские настроения во многих европейских странах или даже поддержку россии в ее войне с украиной почему регион стал таким антилиберальным и может ли он вообще когда-нибудь отколоться от евросоюза подробности все же те нашего корреспондента антона сергеенко последние несколько лет в восточной европе процветает политика возврата к старым ценностям религия патриотизм традиционная семья национализм и поддержка антимигрантских настроений мультикультурализм воспринимается как угроза а западные ценности не приживаются в этих регионах например премьер-министр венгрии виктор орбан неоднократно выступал против лгбт а еще пять лет назад называл беженцев с востока мусульманскими захватчиками в этом году в венгрии прошла конференция консервативных действий мероприятия куда съезжаются множество ультраправых политиков показатели страны согласно данным freedom house ухудшились 43 процента против 45 в прошлом году в том числе венгрия демонстрирует партнерские отношения с россией критикую политику запада и санкции в отношении кремля польша показывать пример борьбы с европейскими ценностями даже без участия россии партия право и справедливость выступает за ультра консервативную повестку продвигая антилиберальную революцию на маршах националистов выходят десятки тысяч поляков где можно увидеть и ксенофобские транспаранты с лозунгами про белую европу могут ли такие настроения привести к расколу в евросоюзе и чем опасен правый поворот восточной европы это был сюжет антона сергеенко а мы переходим к нашему сегодняшнему гостю это обозреватель радио свобода автор книг по истории и политике центральной восточной европы ярослав шимов добрый день ярослав здравствуйте урман уже сколько лет дивлюсь я на небо той думку гадаю почему действительно евросоюз терпит авторитаризм собственно в самом центре своем в центральной европе насколько вообще велика толерантность брюсселя к такого рода авторитарным эскападом в евросоюз так устроен что в общем он к счастью на мой взгляд он не империя там не все решается в брюсселе он скорее в том виде в каком он сейчас существует это что-то вроде конфедерации с элементами федерации в каких-то так сказать на каких-то участках но в принципе это система такая гибкая и не жестко централизованная поэтому нельзя сказать брюссель терпит вот в венгрии так сложилось я думаю мы еще поговорим почему так сложилось венгрия принята в европейский союз давно уже и не при орбане а между двумя его правлениями вы сказали 13 лет на самом деле это еще больше 17 был еще первый срок с 98 по 2002 года 13 непрерывного уже это был тогда еще молодой несколько ну иного разлива скажем так орбана хотя он уже начал дрейф ту сторону которую достиг сейчас так вот почему так сложилось венгрии это отдельный разговор ну а брюссель что он может с этим сделать он может высказывать разного рода порицания что он и делает он может несколько манипулировать с дотационными финансовыми потоками что тоже делается или частично делается ну и вести политический диалог повышая в разной степени или не повышая голос в отношениях с будапештом это тоже происходит но на самом деле это весь европейский союз европейская политика она устроена она основана на диалоге в том числе и на диалоге с людьми неприятным ведь даже с путиным пытались тоже общаться долго с одной стороны с другой стороны это же и демократия собственно орбан достаток демократический правитель несмотря на все так сказать институциональные авторитарные тенденции но вот последние выборы 22 года он достаточно убедительно выиграл даже неожиданно для многих обозревателей он все их начиная с десятого года выигрывал весьма убедительно его партия получала более 50 процентов голосов насколько эти выборы были демократическими ну тут разные есть мнение конечно каждый раз орбан создает все более и более тяжелую атмосферу для своих противников для того чтобы они не могли победить то есть есть венгрии проблемы и со свободой слова с со свободой самовыражения сми находится в состоянии когда их ну не настолько жестко как в россии или некоторых других странах бывшего советского союза но более такими элегантными методами например отключением от рекламных потоков компаний связанных так или иначе с государственными структурами и другим образом так сказать их оттесняют на обочину информационного пространства в общем есть масса вопросов по поводу венгерской демократии ее пространство можно сказать в целом и в общем сужается но сама процедура выборов насколько я понимаю к ней больших возражений ни разу не было то есть действительно большинство венгерских избирателей поддерживает партию фидес виктора урбана это правда насколько в венгрии можно сказать существует мафиозное государство я вспоминаю еще несколько лет назад он к нам и высшей школы экономики приезжал балент мадир бывший высокопоставленный политик и это сказать ставший критиком системы и он написал знаменитую книгу переведенные на много языков мафиозное государство и тогда естественно все сравнивали с репутинской россии вот вы согласны с ним что в венгрии как он пишет создано мафиозное государство орбана да я с ним тоже общался с балентом и мне в принципе нравится его теория мне кажется она действительности соответствует потому что орбан в этом родствен на мой взгляд путину просто он создал что-то вроде я этому но я это называю путинизм light так сказать легкая версия путинизма она не настолько репрессивна как в россии она не настолько репрессивна возможно как раз потому что венгрия состоит в европейском союзе и вот тут как раз эти рамки это влияние ес чувствуется разгуляться до такой степени как постсоветские авторитаризма и все-таки орбан не в состоянии родственность в том что у орбана и его клана связанных с ним бизнесменов в первую очередь чиновных так сказать слоев у него есть большое экономическое влияние там так или иначе эти аффилированные структуры подгребли под себя очень значительную часть экономики в общем все ее более-менее лакомые куски это примерно вот схема примерно такая же родственная схеме россии капитализм с очень сильным мафиозно-клиентилистским душку в этом на мой взгляд кстати на польши я думаю мы еще поговорим в этом модель орбана все-таки несколько отличается от того что существует в польше где картина куда более пестрая и где связанным структурам связанным с правящей партией право и справедливость не удалось создать себе столь широкую экономическую базу там этот путинизм light нефу не функционирует там все гораздо сложнее поэтому и соотношение политических сил там тоже ну примерно 50 на 50 борьба всегда идет двух лагерей примерно равных по силе в то время как орбан подмял под себя и политическое и во многом экономическое пространство своей страны хорошо но судебная власть независимые сми и гражданское общество насколько они пострадали от системы орбана его судебная реформа и конституционная это как раз одни из пунктов по поводу которых брюссель да очень сильно и очень часто и очень жестко орбана критикует это процесс как я уже сказал постепенный то есть эта реформа и эти это смещение так сказать центров тяжести той же и судебной системы и устройство конституционного она проводилась постепенно в течение вот десятых годов в течение прошлого десятилетия и сделано это так тоже таким относительно мягкими методами чтобы эта система оказалась более менее подконтрольной тому самому правящему клану клан я здесь имею ввиду вот в смысле таком конечно не семейно-биологическом а в смысле широкой связаны между собой так сказать патрон клиентеля с клиентелейской группировки вот с путином моего сравнили можно сравнить с трампом харизматичный популист ну и вообще как бы вписать ворбана в этот большой тренд авторитаризма второго третьего десятилетия 21 века с трампом с путиным с си цзиньпином с эрдоганом который сейчас уже фактически да на очередной срок пошел такой султанат но они все все-таки разные я обычно склонен делать упор все-таки на частное а не на общее тело конечно же он сказал бы об откате открыто авторе волны так сказать что откат демократической волны если так широко смотреть если была вот эта третья волна 90-е годы и вот то что происходит в восточной европе в двадцать первом веке ну отчасти конечно да тут просто можно говорить почему это происходит версии есть разные есть вот известная книга ивана красева и стивена холмса они считают что это провал так называемого так называемой имитационной демократии то есть бывшие страны восточного блока подражали западным в создании и копирование их институтов но суть оставалась как бы не западной и ожидания широких слоев оказались обманутыми и эти широкие слои так сказать пошли за вот теми самыми популистскими политиками за харизматичными лидерами которые обещали им некую альтернативу возможно эта версия несколько упрощенная социальные процессы они протекают несколько помоле от несколько сладкий но все-таки да пытаться найти общие черты но если сложишь к больше перейдем насколько насколько польша она совпадает в своей так сказать социальные политической эволюции с тем что происходило в венгрии мне польша представляется все-таки более сложного на более крупная страна с большими региональными различиями венгрия в общем это такая да не обидится никто такая огромная голова на маленьком теле там есть будапешт и есть провинции живут они во многом очень разной жизнью а что касается польши ну там большие региональные разряди он сильный да там структура общества очень пестрая в том что касается и благосостояния так сказать разных слоев и каких-то ну что ли региональных тех самых это понятно рендов так сказать политикал ауткамс по результатам политики мы все-таки видим как польша занимает уже второе десятилетие очень сильную консервативную позицию мы видим наступление костела мы видим совершенно вообще фантастический для меня вот и почему спрашиваю непредставимые в рамках ес законы об абортах и так далее ну здесь нужно конечно иметь в виду что довольно сильные эти традиционалистские настроения они реально сильны и определенная часть общества польского их сохраняет на самом деле все меньшая часть потому что и демографические изменения и влияние так сказать современного мира современной европы на новое поколение они ведут к тому что общий тренд конечно он есть в либеральную сторону но в целом этот раскол сохраняется и там есть очень важный момент когда мы говорим о политике партии право и справедливость нужно разделять вот эти вот моменты так сказать культурных войн так называемых вот запреты абортов католический консерватизм и их весьма умную популистскую экономическую политику они умеют разговаривать с избирателем языком денег дотационная политика выплаты семьям с детьми я лично знаю поляков которые не разделяя большую часть так сказать идеологических основок без голосовали за них потому что им их привлекает именно вот это социальная составляющая своя рубашка ближе к телу если проблема абортов я уж извиняюсь может быть я буду звучать несколько цинично но если она вас лично не очень касается а так сказать по деньги касса деньги касса перед выборами такой человек сидит и думает ну ладно ну может быть они конечно там перегибают и с культом католической церкви и с этими ограничениями абортов изгонениями на гомосексуалов ну вот по части денег мне их политика нравится ну пойду и с полузакрытыми глазами эту галочку поставлю в бюллетене такая такие группы избирателей есть их сбрасывать со счетов нельзя но с другой стороны в польше сильная оппозиция она разрозненная она конечно часто действует по известному принципу шутки два поляка три партии ядро ее составляет гражданская платформа либеральная партия которую сейчас возглавляет опять после своего возвращения с брюссельских высот бывший премьер-министр дональд туск вокруг нее группируется довольно широкая коалиция лево-либеральных сил и в общем это довольно сильный лагерь а качиньский кстати не уходит он же вроде собирался двадцать третьем году уходить и по-моему очень много делил держится на нем лично хотел как бы власть слад сладко и конечно качиньский я не думаю чтобы он вот так просто с нею распрощался да поэтому он конечно довольно уникальный политик в том смысле что он занял позицию которую по уму в новейшей польской истории занимал только юзеф пилсудский когда то он никогда не был президентом качиньский он был премьером одновременно при своем братье еще живом тогда но он уже долгие годы не занимает максимум максимальная его должность это вице-премьер да вице-премьером был пару лет да и он председатель партии он председатель да пан презис как по-польски его называют и вот ему этого достаточно такой регент польской банки правит наполовину из-за кулис поэтому эти картинки так сказать политических противников права и справедливости к примеру президента анджей дуда он стал в последние годы несколько более самостоятельной конечно фигурой но дуда это означает валынка по-польски и есть такие картинки где качиньский в шотландском костюме играет на на валынке то есть это так сказать иллюстрация отношений пана презиса завершение этой части разговора какие еще можно вспомнить восточноевропейские популизмы конечно бабишь приходит в голову чешский это преодоленное на наследие или все таки в чехии сильные популистские тенденции не думаю что преодоленная в общем все выборы которые партия бабиша вернее движение она проиграла и он сам в последние годы это всегда было очень в результате очень напряженной избирательной кампании и соотносительно небольшим перевесом его противников и более того я думаю что учитывая те трудности которые сейчас чехия переживает в экономическом плане определенный уровень социального недовольства я думаю что у его партии есть шанс и на будущих выборах они будут конечно только в двадцать пятом году многое может измениться но это это вполне активный и сильный политический игрок я его ни в если так сказать обозреть регион какие то есть сильные примеры авторитарных популистских националистических политиков но есть словакия там сейчас будут выборы в сентябре этого года и там грозит возвращение к власти бывшего премьера роберта фицу который долгое время был вел такую политику маневрировал между определенной своей избирательной базой популистской и требованиями или пожеланиями брюсселя в последнее время он резко дрейфует в сторону откровенно пророссийской политики в сторону очень резкого очень агрессивного националистического популизма если его партия станет ядром будущей правящей коалиции ну вы знаете мы будем говорить уже не только оборбаня я думаю слова не только в этой связке до говорить тоже довольно много и с либеральной точки зрения как раз довольно печально ну и как раз упоминаете про российские настроения об этом поговорим и второй части нашей программы и вернемся буквально через мгновение программа археология продолжаем наш разговор об орбанизации так назвали этот феномен появление авторитарных и популистских лидеров центральной и восточной европе насколько политика виктора орбана типичные для других стран региона как эти страны относятся к войне россии в украине рассуждает иван преображенский политолог ну очевидно кризисе евросоюза уже очень давно говорят и проблема состоит в том что есть что называется левопопулисты практически исчезли с политического вообще горизонта внутри евросоюза зато появилось огромное количество правопопулистов которые при этом еще и левый электорат если только национальный фактор этому не мешает скажем так присоединили к себе и они берут власть в некоторых странах центральной европы и взяв ее они ее удерживают возникает некоторый блок стран собственными интересами который противостоит европейскому союзу на базе я бы сказал в отличие от россии которая выдумывает традиционные ценности эти страны действительно базируются на традиционных католических ценностях но приблизительно 19 века на самом деле может быть начало двадцатого соответственно это европейские ценности тоже но это ценности которые не соответствуют современным европейским ценностям совершенно ним наоборот противостоят и их даже нельзя назвать христианскими ценностями нет а это именно ценности вот такого партикулярного государства девятнадцатого века авторитарного монархического чаще всего и католического здесь вопрос в том насколько эти ценности как бы угрожают уже базовым правам человека и и в польше и в венгрии есть тема по которым безусловно угрожают разрушается судебная система для того чтобы авторитарный режим мог продолжать существовать а вводятся ограничения по абортам в польше просто радикальные и уже есть смертельные случаи о которых пишет пресса в связи в связи с этими запретами с этим в принципе европейский союз должен был бы бороться но европейский союз я повторю не вопрос нету никаких инструментов на самом деле все что он может насколько я знаю сейчас в еврокомиссии в европарламенте обсуждается план по давлению на венгрию наконец новый и суть состоит в том а несколько министров иностранных дел нет недавно выступили с общим заявлением что необходимо отменить консенсусное голосование по стратегическим вопросам по некоторым внутри европейского союза венгрию хотят исключить таким образом что вступая в европейский союз она давала обещание соблюдать определенные ценности и сейчас она их не соблюдает соответственно она сама себя исключает таким образом из процесса принятия решений внутри ес потому что они принимаются консенсусом при условии что ты соблюдаешь все общие ценности и общие установки лежащие в базовый среди базовых для европейского союза это был иван преображенский в разговоре с нашим корреспондентом антоном сергиенко а к нам по скайпу присоединяется алексей кожарский научный сотрудник карлова университета в праге алексей добрый день добрый день вот сейчас хотелось бы поговорить о том а насколько война россии против украины сплотила или расколола регион потому что с одной стороны кажется что появление традиционной российской угрозы которая десятилетиями и столетиями до висела над этим регионом должна была бы сплотить его но кажется дело не совсем так да это не совсем так на самом деле и это зависит в том что касается отношений между странами региона это конечно способствовало довольно сильным расколом например хрестоматийный такой пример это польско-венгерские разногласия по этому вопросу то есть раньше как-то отношение к россии качаницкий сорвана выносили за скобки сейчас это сделать не так просто поэтому вот ну конец ну или хотя не конец может быть перерыв дружбы настал с одной стороны то есть это вот такие расколы на международном уровне а с другой стороны если посмотреть на внутреннюю политику то мы тоже видим что там есть на самом деле две тенденции потому что вот что касается таких стран как польша где есть четкий консенсус по поводу войны там это становится таким общим знаменателем для политических сил которые в принципе не очень любят друг друга так мягко говоря вот в одном они согласны что нужно помогать украине украинцам беженцам хотя в общем это не отменяет продолжающейся поляризации в том смысле что вот они друг друга больше обвиняют в том что вы агенты пути то есть ты агент нет то есть это платформа и право и справедливость но это больше да то есть там есть некоторые общий знаменатель а есть страны которые по этому вопросу очень сильно расколоты это вот например словаки где поляризация происходит как раз по ну потому что можно назвать геополитической линии и мы увидим на что будет происходить в конце сентября когда был да вот как раз на выборах то что ярослав говорил болгария я так понимаю что еще достаточно по крайней мере по опросам если не по политическому классу а по населению достаточно сильные пророссийские симпатии там нет я не специалист по болгарии но из того что мне известно ну и с исторической точки зрения и с точки зрения опросов которые делались относительно недавно то есть это было еще до войны там путин довольно популярен был в болгарии да то есть по моему это было вот словакия было если я не ошибаюсь чуть ли не на втором месте а болгария было кажется на первом у этого есть очевидно исторические причины то есть мы не будем не углубляться но я думаю что это такой общий общий кейс как бы стран у которых есть но такие исторические обусловленные симпатии к россии на таком общественном уровне то есть это вот этой словаки с одной стороны и болгария да ну есть как бы четкое понимание участие политического класса что это вообще-то опасно что вот что этим россия активно пользуется и что есть опасность скатиться в авторитаризм и вот попасть условно говоря в восточный лагерь да спасибо ярослав у нас напомню что студия у нас ярослав шимов а вот действительно мне сложно понять даже с точки зрения идентичности поддержка орбаном путина поддержка орбаном вот этой войны в венгрии должен быть большой исторический комплекс 56 год орбан же поднялся собственно когда вот это захоронить перезагранение имры надя и так далее каким образом венгрия может поддерживать россию в этой совершенно очевидной империалистической агрессии в венгрии есть на самом деле определенные раскол между позиции вернее определенная дистанция между позиции орбана и его правительства и позиции значительной части общества даже по опросам вот недавним по отношению к россии там была была возможность россию отнести к одной из двух категорий из нескольких категорий соперник противник партнер и дружественная страна так вот с довольно значительным перевесом две категории противник и соперник доминировали в общественном мнении в венгрии при этом орбан он же достаточно в этом плане прагматичен поэтому он объясняет свою пророссийскую позицию в том числе и собственному обществу так что это забота о нем а обществе это борьба с тем чтобы не было чтобы в домах венгров было тепло чтобы так сказать импорт российских энергоносителей оставался непрерывным поскольку степень зависимости от них у венгрии очень высокая это стремление к миру он объясняет свою позицию по украине в первую очередь тем что это мол не наша не венгерская война плюс к тому и существует еще такой фактор который отравляет венгерско-украинские отношения как фактор на венгерского этнического меньшинства закарпатья очень сильно он орбановским правительством эксплуатируется там разного рода может быть не очень удачно пикировку между зеленским и орбаном по этому поводу да 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 то есть там набор аргументации орбана он более направлен он более ориентирован на сегодняшний день и это очень умно поскольку орбан совершенно не отрицает наследие 56 года он отмечает годовщины венгерского национального восстания но он умело разделяет свои политики вот это прошлое а вот это настоящее в этом он от путина тоже отличается путин в свою безумную интерпретацию истории в лес уже настолько по самые уши что мне кажется он мыслит прошлом да он не были старыми матика и настоящий орбан в этом плане по умнее алексей а а если пытаться ранжировать страны восточной европы по степени поддержки украины и поставка оружия и но мы понимаем поляки больше всех беженцев приняли вот как можно выстроить скажем блок поддержки украины и блок колеблющихся в центральной восточной европе ох ну я боюсь что нибудь пропустить упустить но это может венгрии будет где-то в конце цена естественно впереди будет ну так как вы сказали то есть больше однозначно страны балтии что в общем тоже не сложно предугадать словакия будет тоже как бы в ангарде но вот нынешняя словакия то который будет после выборов мы не знаем что вот является эффектом этого разделения на прозападную элиту и как бы часть общества которые не очень не очень сильно от этого восторга от поддержки украины и другие страны которых отношения к россии определяется но некоторые истории скажем так или тема к этой истории интерпретируется потому что ярослав правильно отметил что орган очень легко легко и ловко развел вот эти вещи то есть вторжение 56 года правда он говорит что это коммунисты кто то есть а не россия что есть россия путинская а есть коммунистов виноваты коммунисты во вторжении то есть еще довольно сильно это может зависеть от того как с историей работают как ее оформляют риторически ну мы не вот допустим тоже можно ожидать что она не сильно будет симпатизировать скажем так российской политики ярослав а вообще поддержка украины она идет по части национальной или это в рамках общей натовской стратегии ну где как на самом деле конечно к примеру польская поддержка украины это на самом деле результат долгого и непростого процесса определенного примирения избежения польши и украины и в общем довольно умелой работы политиков с обеих сторон потому что там то этих мин оставшихся от прошлого да вот очень говоря впечатляет польская поддержка учитывая все исторические комплексы польша ведь огромное количество беженцев еще принимает на основной удар на себя приняла это самого начала было есть консенсус в польском обществе и польской политики по поводу такого приема беженцев по крайней мере изначально насколько я могу судить он был и была очень мощная волна солидарности потом конечно как и во всех странах которые приняли значительное число украинских беженцев к ним относятся и чехия между тем там определенная усталость возникла естественно большое количество людей их надо как-то устраивать все отмечают что украинские беженцы большинство из них ищут все возможности чтобы работать как-то самим так сказать зарабатывать себе на жизнь не отягощать что называется собой чрезмерно общество которое приняло но все равно усталость накапливается то есть в польше тоже не все в этом плане безоблачно но в целом настроение конечно там достаточно а можно живым и очевидным образом волна война затягивается сейчас мы видим какой-то начинает пробуксовывать наступление украины ясно что эта история видимо про за пределы двадцать третьего года может и дальше насколько вообще возможные обвалы в поддержке украине в восточной европе или так сказать или просто ресурсы кончатся мне кажется что касается самых самих механизмов поддержки то здесь конечно более по понятным причинам большую роль должны играть западные страны соединенные штаты и западная европа у них просто ресурсов больше и финансовых и технических из стран региона которые мы обсуждаем но здесь более-менее заметную роль может играть как раз только польша а если вы говорите о настроениях общества и политическом так сказать их возможным результате ну вот вот те выборы в словакии которые которых мы уже два раза так сказать их упоминали это будет довольно серьезная лакмусовая бумажка там могут быть самые неожиданные результаты конечно обвала какого-то я бы не ожидал на самом деле потому что в общем и целом понимание того что это за война кто ее начал и продолжает достаточно ясно но почти в каждой из стран региона есть относительно заметная часть общества которая придерживается других взглядов но вот это да вот это очень интересно я хочу алексея снова включить вопрос идентичности стран региона конечно мы понимаем что не очень разные но россия все-таки исторически было если вспомнить девяностые годы до момент падения железного заноса момент падения берлинской стены а россия была другим да то что называется конститутирующим другим региона но сейчас мне кажется что несмотря на все преступления путинского режима на все преступления войны россия не является таким потому что например а не знаю большой другой это америка да очень силен антиамериканизм америка которая представляет вот эту силу глобализации модернизации распада патриархального общества вот россия не становится ли снова неким консолидирующим большим другим или она более сложный образ имеет в регионе ох ну сложный вопрос на самом деле это на смотреть по странам я думаю что россия не была единственным другим до региона не девяностые после не долл то есть если скажем смотреть на ту же больше очень большой скептицизм в отношении россии но там есть и немало скептизм в отношении германии то есть тоже право и справедливость они скажем на германии на немецком влиянии зациклены прямо так они там называют своих оппонентов немецкой партии в польше практически иностранными агентами естественно то что произошло в двадцать втором году она и консолидировала часть и отчасти разобщила и она вернула россию как бы в повестку внутриполитическую многих стран даже тех которые с россией или даже с украины непосредственно не ограничат но я думаю что это более сложная ситуация что касается антиамериканизма дает это есть это есть в некоторых странах то есть допустим вот опять вспоминаем словакию это та карта которую разыгрывает стремящийся вернуться к власти роберт фитца там антиамериканизм они оседлали очень активно и в некоторых странах вот таких как словакия это работает даже сказал в такой связке мы мы любим россию за то что она 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 не любит америка как-то вот так это много в мире где это очень важная такая черта которую кремль вполне сознательно эксплуатирует он едет на вот этой волне антиамериканизма да можно добавить добавил одну вещь какой россии мы говорим мы говорим об образе некой такой идеальной россии которые есть в сознании мозгах этих людей которые большинство из которых в россии реально никогда не были и очень немного они знают это именно что некая такая вымышленная воображаемая альтернатива еще старшего поколения идущие из той старой школы из вот этих вот может быть речевок о дружбе советского кино фильма морозка не только я знаю и молодых людей которые придерживаются подобных взглядов для них это именно что альтернатива вот этой западной модели развития которая далеко не для всех привлекательная далеко не для всех не все в рамках нее могут преуспеть и вот они ищут альтернативу но китай как-то совсем далек и да как-то все-таки коммунизм ну у него не очень еще как бы хорошее звучание так сказать а вот россия да да очень молодец он противостоит коллективу знаете да очень это очень важная вещь потому что него условный разговор с таксистом до мои при приезда в разные страны регионы вот даже разговор с таксистом вот очень часто он качается примерно вот то вот таким же это сказать потому что человек узнаёт что я то сказать был из россии что я так сказать русской национальности заходит разговор о путине о войне и ну я не знаю там в 80 процентах случаев это выходит вот на такого заключения я вообще скажу что это 20 век советский союз на этом очень сильно проехал вот на идеи альтернативы альтернативная глобализация альтернативная модернизация еще помню когда я не знаю там 10 20 лет назад я с лекциями ездил в индии в мексике ко мне там подходили в дискуссии были вот местная интеллигенция профессора студенты говорили зачем вы развалили советский союз вы не понимаете какая это было для нас альтернатива что там теперь ничего не остается как идти к америке но дело в том что тогдашняя альтернатива советская она ее можно было считать альтернативой потому что это была другая модель и другой модерн другое просвещение а что такое путин путин это очень архаичное устройство держава которая основана на экспорте сырья они понимают до этого еду да вот так есть большое выхода сознание занимает россия большое место и вот сейчас по-прежнему в этом месте расположилась путинская россия и узурпирует вот эти вот плоды это программа археология мы вернемся буквально через мгновение программа археология продолжаем наш разговор о центральной и восточной европе о том как в ней зарождаются в том числе и диктатуры зарождается авторитаризм виктора орбана и в какой момент этот регион перестал быть демократическим но он не совсем перестал бы демократическим но либеральная идея явно там имеет проблемы рассуждает об этом антон шаховцов политолог глава центра демократических принципов в вене я не вижу настоящее время каких-либо угроз для единства европейского союза даже несмотря на то что происходит в венгрии и в меньшей степени все таки в польше происходящее в этих двух странах разница да но тем не менее мы видим что в обеих странах есть некоторые отходы наверное не столько от западных ценностей сколько европейских ценностей где и скажем как правило европейского союза где принцип верховенства закона является одним из таких наиболее наиболее серьезных принципов вообще функционирования европейского союза и это прежде всего вот принцип верховенства закона это касается венгрии где правящая партия фидес фактически доминирует наверное во всех областях сейчас политической жизни да и здесь я бы наверное не столько говорил что есть некоторая угроза популизма фактически любая оппозиционная сила которая стремится получить власть так или иначе будет использовать некоторой степени популистскую риторику потому что им нужно показать своим потенциальным избирателям что они являются защитниками от обычных граждан перед некоторым таким остеблишмент перед защитить от элит вопрос только в том что какую долю наверное территорика занимает в целом в политическом дискурсе тех или иных оппозиционных сил в основном сейчас проблема конечно с венгрии она существует но тем не менее венгрии не сильные никакие скажем тенденции на выход из европейского союза в конечном итоге венгрии все-таки получил от европейского союза не не только огромное количество денег но и шанс в принципе стать вот западным западным государством не только ес конечно но и членство в нато но в целом я не вижу каких-то угроз опять же возвращаясь к угроз единства европейского союза это был антон шаховцов разговоре с нашим корреспондентом антоном сергеенко мы возвращаемся к нашим гостям напомню что в студии это ярослав шимов обозреватель радио свобода автор книг по центральной восточной европе и по skype с нами связался алексей кожарский научный сотрудник карлова университета в праге знаете я хочу сейчас неожиданно повернуть этот разговор поскольку и алексей и вы родом из беларуси мне кажется что было бы правильно сейчас ну украина все-таки сейчас это отдельная воюющая страна это не часть этого разговора но беларусь давайте поговорим о беларуси как части региона вообще она является беларусь частью региона центральной восточной европе или сейчас это однозначно постсоветская страна или можно быть и тем и другим это сложный вопрос на самом деле потому что конечно исторически культурно является вне всякого сомнения в нынешней ситуации просто беларусь в силу тех трагических событий которые там произошли в двадцатом году подавление того что можно было бы назвать мирным народным восстанием против режима лукашенко сейчас она оказалась настолько под влиянием и жестким контролем россии что ее в контексте региона вот того о котором мы говорили перед этим рассматривать довольно сложно именно в силу того что беларусь в меньшей степени ну субъектно к сожалению вот это очень важный вопрос алексей вот хотелось подумать о сценариях для беларуси что изменилось в последний год и три месяца до год и четыре месяца этой войны беларусь движется на пути к протекторату или в принципе воз и ныне там потому что мы уже 20 лет говорим вот 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 беларусь потеряет свою независимость вот вот она там шестью областями присоединится в россию и ничего не происходит лукашенко как бы удерживает суверенитет на грани вот сейчас беларусь ближе к тому чтобы потерять свой суверенитет да я думаю что это сложно отрицать на самом деле потому что ну конечно же это вопрос с личной власти да и всегда был таковым и поэтому многие говорили о том что в общем но это что-то вроде анекдота про коммунизм показался на горизонте горизонт это известно такая линия до которой нельзя дойти то есть это вот было с так называемым союзным государством но сейчас ситуация изменилась и вот эти вот формальные формальные вещи да то есть подписание каких-то каких-то бумаг которых на подписано очень много было за последние сколько он почти 30 лет то есть кажется она имеет как-то меньше значения и больше сейчас смотрят на то кто что кто что реально контролирует и кто себе что может позволить скажем так а ядерное оружие меня это размещение беларуси российского ядерного оружия меняет картину еще сильнее привязывает беларусь к россии мне сложно оценивать я военный эксперт на политическом отношении я думаю да во первых это как это довольно непопулярный шаг насколько мы можем судить по тем скудным скудной социологии которые у нас есть но чем не менее тем не менее вот не видно было чтобы официальный минск этому как-то сильно противился скорее наоборот по моему выражает восторг по этому поводу с точки зрения региональной безопасности ну я не военный эксперт но военные эксперты некоторые говорят что в общем это не так уж сильно меняет картину ярослав а если такой вопрос а если умрет лукашенко сейчас постоянно эта болезнь беларусь будет поглощена россии или на мы не знаем какие будут сценарии данный момент вот я пытаюсь понять лукашенко при всей своей так сказать вот этот анфантирибль но по факту он как бы поди может быть действительно является тем барьером который отделял все эти годы беларусь от потери суверенитета но мы не знаем конечно там определенные механизмы заведены там создан так сказать механизм когда там в случае буквально так в законе прописано недавно принятом случае смерти или недееспособности президента там переходит большая часть полномочий к совету безопасности и в принципе ну вы знаете персоналистский характер таких режимов как лукашенковский или путинский отрицать конечно трудно но с другой стороны любой режим он все-таки шире чем его глава и много раз в истории мы наблюдали тот или иной диктатор умирал или каким-то образом другим устранялся а его окружение но у него же тоже есть свои интересы и я совершенно не уверен что эти люди не очень заметные не очень широко известные которые там окружают так сказать того же лукашенко что они вот так вот не сопротивляясь быстренько побегут в россию а ситуация 53 года возможно там есть люди которые более-менее такое политбюро условно говоря молотов берия там которые могут это сказать стоять за гробом и перехватить власть ну что-то такое да просто обычно на смену такого рода сильным диктатором единоличным диктатором приходит вот такая серенькая коллективная власть пока кто-то в рамках нее как хрущев после смерти сталина не выделяется и опять не концентрирует своих руках большую часть власти но я если говорить о потере суверенитета присоединение к россии вот этих вещах сама по себе любая элита любого государства которое обладает хотя бы каким-то суверенитетом но она не может стремиться вот так это все отдать ей это не выгодно всегда выгодно в своем песочке в своей песочнице играть самостоятельно а не пускать туда людей из другой песочнице иное дело какие будут внешние обстоятельства как будет развиваться ситуация с той же войной в украине и если россия не окажет просто силового ну да силовой просто учитывая размещение российского в беларуси алексей вот возможно такой сценарий что просто будет российской вое под соусом войны российская военная оккупация беларуси данное к сожалению возможно и что с традиции партизанщины или это как бы вполне реальный сценарий беларусь как она сейчас идет под лукашенко спокойно таскать зайдет в состав россии ведь например предположим что путину ну путин никого ничему не должен в россии до предположим но для себе самому если сейчас придется вдруг допустим до уходить я надеюсь уходите из оккупированных областей украины или даже из крыма а тут он же любит очень боковые удары неожиданные а тут а вот вам пожалуйста беларусь на блюдечке до такой сценарий проговаривается мне кажется что сохранение существующей конфигурации беларуси политическая но как бы такую вероятность делает несколько меньшей но не исключают ее полностью если же конфигурация меняется то там весь вопрос в том что что происходит сначала то есть если это какой-то какой-то такой ну вот как вы сказали про 53 год то есть не исключено что там будут пытаться договориться ну даже я бы сказал вероятно что пытаться договориться с москвой про сохранение вот такого ну клиентской патрон клиентской связи если это политическая турбуленция хаос то там возможны разные сценарии к сожалению и такой такой в том числе я хотел все-таки вернуться сейчас обратно к теме большого региона и отношений с брюсселем с которой мы начали возможно ли раскол евросоюза и если дальнейшие будут сейчас словацкие выборы мы говорим такие популистские тенденции и ну собственно разные отношения к войне россии в украине возможно ли раскол евросоюзе и скажем выход или приостановление членства каких-то стран региона в евросоюзе во первых механизм такого выхода и приостановки членства он не проработан нас но есть brexit там тоже много из колес а пол экзите а хунгара экзите и так далее а во вторых не думаю потому что даже тому же орбана который мы столько говорили тем же польским лидером ну они деньги считать умеют да и для них транше идут миллиарды до десятки миллиардов долларов пребывание в евросоюзе вещь по-прежнему выгодная многие экономисты говорят о том что сама частично дотационная модель экономики которая в рамках и с существует и действует в этом регионе она имеет свои отрицательные черты конечно это отдельный разговор на самом деле сложно себе представить ситуацию в которой добровольно хотя бы одна из стран региона побежала бы вон из ес во первых потому что бежать особо некуда особенно в нынешней ситуации на самом деле россия очень много проиграла в том смысле что она отдала предпочтение грубой силе перед так называемый soft power в отношении со своими соседями в отношении с тем же восточноевропейским регионом она могла изнутри действуя так сказать более мягко и элегантно добиваться гораздо большего но этого не произошло нет я думаю что даже те же популисты они могут пытаться влиять на политику евросоюза какие-то новые оттенки туда пытаться привносить но чтобы был раскол мне не кажется сценарий вероятно об обратной вещи поговорим последний вопрос алексей буквально у нас полминуты минута осталось помечтаем о прекрасном будущем не прекрасная россия будущая прекрасная европа будущего окончания войны и крах режима путина возможно ли видите ли вы членство украины и белоруссии в ес и в нато да я думаю что теоретически это вполне возможно и война здесь очень много изменила я думаю что был сделал некоторые выводы из восточной политики скажем так предыдущий вопрос другой сколько это займет потому что вот мы видим балканы которые тоже решили как бы принять рано или поздно в состав ес чтобы стабилизировать их таким образом но этот процесс затянулся надолго ну да сербия уже давно стоит на пороге ес и кажется так сказать их движение в этом направлении не предвидится ну что ж спасибо друзья спасибо за участие в этом эфире напомню что с нами был на связи по скайпу алексей кожарский научный сотрудник карлова университета в праге здесь с нами студии был мой коллега ярослав шимов обозреватель радио свобода автор книг по истории центральной восточной европы но от себя скажу вспомню может быть знаменитые с милана кундеры трагедия центральной европы написано им в начале восьмидесятых годов когда казалось что время самое темное что регион этот никогда не освободится что над ним будут давлеть призраки прошлого и с тех пор многое изменилось регион освободился большая часть стран вступила и в евросоюз и в нато так что хотя сейчас снова пришли призраки прошлого в виде российского вторжения в украину но в целом можно сказать что это прошлое преодолевается и может быть эта война поможет региону осознать кто является ее настоящим противником и осознать свое единство историческую целостность эта программа археология меня зовут сергей медведев оставайтесь с нами радио свобода и телеканал настоящее время и и Субтитры подогнал «Симон»